доброе утро дорогие друзья как всегда немножко пасмурное немножко дождливое санкт-петербургское утро у меня для вас очередной сюрприз очередная встреча те кто смотрит канал давно наверное узнают мою подругу а кто недавно те познакомятся с замечательной замечательной женщиной ноташечка наташечка как я рада и моя золотая как я в тебе соскучилась как-то там и проездом ганге твоей твоей собачки ганге ну ты знаешь я уже стал нарушать и иногда очень редко но когда такое связи сейчас машина приехала ну да тут цыплята мясо сердечки котлетки давай конечно небо такое наташ темная точно давай вместе разводить тучу так нам главное чтобы над катальными горками не было вот этой черноты что было вот как дырочка светленькая и чтобы они не перекрыли это семароновская практика такая есть когда перед там большая пробка автомобильная да надо вот так логично отлично но я так делала как-то мы с мамой делали за грибами пошли и такие тучи дождь она говорит давай разводить мысленно и слушай стали разводить правда потом голова у меня заболела видимо как-то я себя усердно разводила ими вокруг нас такая дырочка светлого чистого неба образовалась и пока мы собирали грибы вот эта дырочка так и была там архангела михаила и там есть икона где он маленький до архангел михаил ребенок прямо это что это храмовая икона храмовая это когда значит супер-купер самое главное да да но она одна из главных это же его имени храм красивый мы в ломоносове дорогие друзья и вообще сегодня у нас был план посмотреть катальные горки пойти в музей очень долго катальные горки были на реставрации по-моему лет 13 и сейчас да и но я вообще никогда в них не было по моему они всегда реставрировались да и по не пропасть было всегда были закрыты и вот сейчас 2 июля 2022 года открыли что-то и столько всего понастроили я не узнаю ломоносов вот и вот это уже парк арнинбаумский и и по-моему катальные горки входят в ансамбль этого парка да да там вообще там настоящий там мы если увидим макет это просто невиданное сооружение для 1763 года как у нас на крестовском как аттракционы вот в этом мы были до с тобой музея мы были когда в прошлый раз я здесь была осенью меня большой венчик в это все принадлежало сподвижнику петра первого меньше кого другу а вот про стоянку они не подумали все прекрасно но у них не продумана стоянка поэтому машины которые приехали в музей они пытаются где-то на дорожках пристроиться там гнездышко что ли вот такая опять же питерская погода непредсказуемое что зонт это дело must have лишь бы не закрыли ветра нету да из-за ветра могли бы закрыть очень старая деревня деревья такие старые что вот малейшие ветер и не закрывать а дождь усиливается так взрослым 300 россиянам прочим посетителям 600 иностранцам в общем гражданам государств членам я с 300 сотрудникам посольстве консульт иных государств 300 вот 300 рублей стоит но это только вход в парк на горку еще потом будет по моему 350 ну вот машины стоят но я думаю это работников до да чё-то чё-то наташа то ли ты плохо фукала то ли я про плохо руками махала то ли не в ту сторону вот он прекрасный дворец просто похожий на воздушный тортик когда открытие было второго числа там говорит очередь была до стамбула за билетами так как я здесь купить билетики то органы и а ты посмотри урны все с крышечками обратила внимание они вообще не работают что лили работают я хочу жвачку выкинуть это мило эту катальную горку видно с дороги вон там дорога машина ездит всегда она стояла красивая загадочная и еще 350 да взрослые граждане рф старше 18 все дождь закончился мы додули додули а то видимо просто не доработали это же надо такой вот красоту воздушность до архитектура музыка в камне вот такой же билет еще 350 там внутри должен быть макет там показывают как как она выглядела это действительно были катальные горки и для своего времени они были очень такие передовые конструкции но только эти колясочки были без ремней безопасности и это страшно он да чистейший нежнейший очень хорошо отреставрировали ну что наташа мы молодцы мы с тобой волшебники просто так немножечко по времени раньше надо было начинать махать действительно когда липа цветет середина лета видишь уже цветает да уже орешки там созрели павильон катальной горки очень красиво в каком году построили сейчас найдем ага такая великолепная кладка макет макет смотрите какая она была куда мы зашли и вот это все вот эти горки а сколько километров там написано и вот так расчет траектории скорости движения по горке смотрите как ого она еще была такая предварительная визуализация ничего себе это же прямо американские горки были визуализация лесного массива а вот они тележки да в которых ехали в цукольном этаже представлены вводная экспозиция посвящена одной из главных построек ансамбля собственная дача императрица екатерина второй она была построена в конце 1750 1774 годах грандиозный ансамбль протяженностью более 500 метров это на двоих наверное наташ на 1 и без ремней безопасности они не падали случайно это же все было из дерева это летнее летом это все было лето? зимой не катались это не завтра да что вы я почему-то думала что это зимняя забава нет это летнее деревянное все здорово Наташа какие элегантные туфельки парчовые веер табакерка туфли женские веер 1700 годов какие дамы это кто такой Патрик что ли мой выставка фарфора игральные карты это старинные игральные карты нарисованы да они напечатаны колода карт игральных Лафантен Тарок а нам сказали что мы не дождемся экскурсии 15 человек не соберется а выходные много народа да это потрясающе я думала они зимой катались когда снег и на санках как же эти дамы в своих коринолиновых юбках ходили по таким лестницам это для персонала а для служанок что ли а почему нас не по царской персонал я себя уже шла Екатерина представляла как-то слегка и персонал обидно еду готовили в большом дворце здесь только разогревали буфетная кухня на первом этаже размещались в хозяйственном помещении где блюда приготовленные на дворцовых кухнях большого дворца доводились до готовности и подогревались подогревались вот митишка митишка такая супер наш значок какой-то как рыцарский замок да может из-за каменной кладки сейчас сейчас наверное не разрешат погулять а нам потом тоже можно будет выйти туда а это уже парадная лестница здесь уже царица ходила а то мы там по этой по винтовой прошлись все теперь я буду себя царить да вот в каждой ферме вот эти наступленькие видишь они такие не очень высокие очень удобно да очень удобно смотри-ка это по-моему амур и давно должно быть парадная лестница это по-моему амур и давно должно быть парадная лестница ну что круглый зал и здесь даже вот для слепых как это красиво я так думаю значит это небольшие коллективы она привозила тоже может человек по 15 20 ну что за кухня не размахнуться что за прием здорово мандариновое дерево мандариновое дерево это так и переводится арнинбаум мандариновое или апельсиновое что это штукатурный кабинет штукатурный кабинет потому что лепнина а кресло 1700-х годов что они тут делали камин был что-то им интересное рассказывают так долго а нам группу не сделали поставили да о какая экспозиция фарфоровых статуэт везде камин в каждом в каждом так холодно же было в каждом какой вид так прекрасно конечно реставрировано все так а нас не выпустят гулять а и 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 по-быстрому по-быстрому говорит идите по-быстрому 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 и а ещё и два года ну Продолжение следует... Ну, честно говоря, да, я думала, что все время, когда видела этот дворец, я думала, что вот здесь, с этой горки, они катались на саночках. Я не думала, что это такой грандиозный аттракцион был. Смотрите, как. А там Финский залив. Вот сюда. Спасибо. 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 Спасибо.